Всем привет! С вами Ольга и вы на канале Швейный Советник. Сегодня у меня обзор обещанного халата из шелка. Шила я его по готовой выкройке. Об этой выкройке я рассказывала вот в этом видео и вот в этом видео. А еще я покажу ткань, которую выбрала для пошива рубашки. И это будет следующий мастер-класс. Подпишитесь на колокольчик, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить подробный мастер-класс по пошиву рубашки. Видео по работе над этим халатиком у меня, как всегда, получилось очень длинным, поэтому я его разделила на две части. В первой части я покажу моделирование готовой выкройки для того, чтобы шить халат с запахом. И раскрой. Это очень важный этап, который должен быть выполнен с особой тщательностью, если мы хотим, чтобы изделие в итоге нас не измучило при сборке. А во второй части мастер-класса по этому халатику я покажу пошаговый пошив. Поэтому не забудьте нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, тогда вы точно ничего не пропустите. Вот халатик в полный рост. Длинный я в принципе не люблю, поэтому сделала его длиной до колена. Вот такие шикарные шифоновые рукава. Дети мне сказали, что у меня халат китайский. Хотя ни драконов, ни журавлей, ни цапель, ничего такого нет. Но вот создается общее впечатление, что это какой-то такой китайский халат-кимоно. Шелк достаточно плотный и упругий, поэтому мне не пришлось выравнивать по боковым швам. Юбка не провисла и проблем здесь никаких не было. Очень удачно удалось подобрать рисунок на нижней части и на верхней. Видите, вот эти большие такие фейерверки. Не знаю, как их еще назвать, но скажем фейерверки. Они здесь по рисунку совпали. И не создается ощущение какого-то месива. В готовой выкройке платья там короткие рукава, достаточно узкие. Я сделала моделирование, потому что из шифона красиво смотрится, когда это струится, когда это какое-то объемное. Это моделирование я тоже покажу в первой части мастер-класса по пошиву халатика. После съемок этого видео с обзором дочка сказала, что ей тоже срочно нужен такой же халат. И я уверена, что если бы он получился плохо, она бы себе такой же не попросила. Но вообще, должна сказать откровенно, что работа с шелком и с шифоном удивительным образом затягивает. Ткани, конечно, сложные. Нервов они могут нам потратить немало. Но результат получается бомбический. Поэтому будем шить, шить и шить. И потом, вы же знаете, что уже на третьем изделии, а тем более на пятом, все станет совсем легко. Теперь покажу свою ткань на рубашку. Смотрите, как упаковано. Я, конечно, уже вскрыла, я не выдержала. Это же выше сил члена выходника держать ткань в упаковке и не посмотреть. В этот раз я решила попробовать какую-то необычную ткань. И купила итальянский рубашечный жаккард. Выбирала ткань через интернет. Замучила хозяйку магазина своими вопросами. Сколько она мне всяких дополнительных фотографий прислала. Для того, чтобы я убедилась, что это то, что мне нужно. Магазинчиком я, конечно, с вами поделюсь. Ссылку я прикреплю в описании под видео. Сейчас хочу вам просто показать. Магазин Lucky Taylor. Находится он в Instagram. И здесь замечательные ткани. Просто качество огонь. Их возят из Италии. Я себе присмотрела вот такую джинсовочку Versace. Так, я себе еще присмотрела... А, вот моя рубашечная ткань. Ну, смотрите, и фотки здесь очень такие выразительные. То есть легко определиться и что-то для себя выбрать. Вот на этой, например, фоточке очень хорошо видно, что белая полоска именно такая, жаккардовая, рельефная. И еще себе присмотрела вот такое пике. Ширина 2,10. 650 рублей метр. Пике Versace. Ну, оно просто вообще невероятное, бомбическое. А вот, посмотрите, футер на флисе. Тоже именной. И всего лишь 800 рублей метр при ширине 186. Класс. На яркий какой-то спортивный костюм. Ну, может быть, в сочетании с чем-то. Ну, в общем, каждый пост я здесь открывать не буду. Потому что это долго. Хотя, конечно, здесь каждая ткань достойна внимания. С радостью делюсь с вами этим магазином. Переходите по ссылке. Может быть, что-то вам здесь приглянется. Вот. Ой, девочки, ну это не могу не показать. Смотрите, какой мех. Это искусственный мех. Но он выглядит вообще как натуральный. Коротко-ворсовой. Цвет такой приятный. Почему это ткань рубашечный жаккард? Здесь вот эти беленькие полосочки, они не пропечатаны, они вытканы. Если присмотреться, они даже имеют немножко другую фактуру. Голубые полоски, они гладенькие, шелковистые. А эти немножечко такие рельефные. Ткань мягкая. Это стопроцентный хлопок. Естественно, что она сминается. Но за счет упругости нитей эта сминаемость практически уходит. То есть в изделии будет такая легкая, такая вот небрежность, легкая измятость, что подчеркивает качество и дороговизну ткани, из которой это изделие сшито. Полоски здесь вытканы от кромки к кромке. Значит, можно обеспечить себе более экономную раскладку. Здесь у меня отрез метр тридцать. Я думаю, что мне вполне хватит на мою задумку. Лицевая и изнаночная стороны немного отличаются по интенсивности окраски вот этих голубых полосочек. То есть с изнаночки они более белесые, с лица они поярче. Но в принципе здесь что одну сторону ткани, что другую можно использовать как лицевую. Если посмотреть на срез, видно, что использованы нити разного качества. Смотрите, вот это голубые нити, а вот это белые нити. Белые они более толстые, а голубые вообще вот они на шелковые похожи, очень тоненькие и нежные. Сыпучесть по срезам здесь обычная, ну как у обычных лопковых тканей. То есть ничего сверхъестественного с этой тканью предпринимать не придется. Припуски на швы можно будет делать в зависимости от выбранной технологии сборки этой рубашки. Модельку я себе уже практически подобрала. Прототип, там тоже полосатая рубашка. Ткань мягкая, пластичная. То есть видите, она как рубашечный поплин не ломается. Она достаточно мягко ложится. Это значит, что можно делать умеренный оверсайз. И он будет смотреться не пузырем, а очень мягко облегать фигуру. Мне осталось подобрать к этой ткани подходящие по плотности клеевые для различных узлов. И в принципе можно приступать к работе. База рубашки умеренный оверсайз, она у меня есть. По ней сшито уже несколько изделий, она меня полностью устраивает. Цена у этой ткани при ширине 155, 780 рублей за метр. Ну девочки, для ткани такого качества я считаю, что это вообще недорого. Конечно, изделие, которое шьем для себя, в которое вкладываем время, в которое вкладываем силы, оно должно нас радовать достаточно длительное время, хорошо носиться и быть вообще шикарным. Так, все, надо мне с этой тканечкой остановиться. Хотя еще ей хотелось бы попить дифирамбы. Но нам нужно посмотреть халатик на столе крупно. Шелк на этом халате ненатуральный. Это искусственный шелк, полиэстер. Но выглядит он практически от натурального не отличишь. Если бы я не сказала, вы бы и не заметили. Он упругий, вообще не мнется. Хорошо держит косину. То есть я стачивала, когда боковые швы, у меня вообще ничего не вытянулось. Мне даже подол в данном случае равнять не пришлось. И этот шелк, он не очень хорошо принимает ВТО. Он пытается отпружинить, подняться. То есть я бы не смогла выутюжить эти швы так, как мне нужно. Поэтому я здесь обработала на оверлоке, но использовала двухниточный шов. Об этих швах я уже рассказывала вот в этом видео, когда делала обзор моего оверлока. И шовчик получился очень-очень такой деликатный, аккуратный. Край тоненький. Я думаю, что для домашнего шелкового халата, который я шила для себя, это вполне достойная обработка. Горловина обработана обтачкой проклеенной. Здесь все достаточно стандартно и традиционно. Рукава выполнены из шифона. Как всегда, подогнуты они московским швом. Ну, прям вот хороший шифон, несмотря на то, что полиэстер, но хорошее качество. И видите, вот у меня московский шовчик получился прямо вот в пределах трех миллиметров. Видите, здесь тоже по шифону ничего не перекошено. Швы у меня практически не вытянулись в процессе сборки. То есть низ рукава я тоже здесь не равняла. Получилось все и так хорошо. Низ изделия обметала на оверлоке и просто подшила на швейной машине. Внутренние завязки я выполнила из шифона. Верхний пояс выполнен также из шелка. Вот так выглядят выточки. Видите, тоже шелк здесь лежит ровно. Никакой ряби нет, перекосов нет. В общем, обо всем расскажу подробно в мастер-классе. Если только начинаете работать с шелком-шифоном, конечно, лучше покупать сначала искусственные ткани, но хорошего качества. Ручку набили, все нюансы поняли. И потом уже можно браться за натуральные ткани. Хотя многие мастера считают, что с натуральными шелками и шифонами работать проще, чем с искусственными. Тогда тем для нас лучше, тяжело в учении, легко в бою. Да, еще чуть не забыла. При работе с шелком я использовала нитки Гутерман Скала 240. О них я рассказывала вот в этом видео. Сейчас останавливаться подробно не буду. Скажу только, что в работе очень хорошо. Мне даже как-то не пришлось особо перестраивать натяжение нитей в промышленной швейной машине. То есть в работе они абсолютно без проблем. Но в оверлоге на петлителе я использовала не Скала, а я использовала тонкие текстурированные нитки. Вот это у меня конкретно нитки Валтер. Но я думаю, что мне текстуру Гутерман тоже нужно прикупить. По качеству она все-таки лучше. Если это видео вам понравилось, как всегда, жду ваши лайки и пишите ваши комментарии. Также я приглашаю вас в мой аккаунт Instagram. Там я выкладываю какие-то коротенькие мастер-классы, анонсы будущих мастер-классов. В общем, жду вас там с нетерпением. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. С вами была Ольга и канал Швейный Советник. С вами был Игорь Негода.